Грузия Я месяц назад была в Грузии. Это очень хорошая гостеприимная страна. Я там чувствовала себя абсолютно спокойно, абсолютно доброжелательно. Простые люди к нашим россиянам относятся очень хорошо. Они очень жалеют об этом, о том, что случилось. Тем более на фоне такого гостеприимства эти события, которые произошли, меня лично повергли в шок. И это политика. И я думаю, это извне. Я не думаю, что Грузия против нас прям так настроена. Ну и поведение самого президента Грузии, я думаю, тоже какое-то такое непонятное. Запрет авиалинии, вот хотят запретить вино грузинское. Вот такие санкции с нашей стороны, как считается. Правильно направление? Мне кажется, это слишком радикально. Ну это мне так кажется. Я не знаю, как это другие расценивают. Потому что сразу все рвать и прерывать. Но надо спокойно разбираться во всех ситуациях. Спокойно. И не поддаваться на провокации. Это, конечно, красиво может звучит, но это действительно так. Я сталкивался с грузинами. Они как народ сами по себе не такой. Поэтому, скорее всего, тут власть замешана их. Борьба, наверное, за власть или что. Что-то такое. У меня знакомые сейчас тоже в Грузии находятся. И говорят, что очень опасно. То есть они именно попали в эту ситуацию, когда там все начало происходить. То есть они до этого были там все нормально. Они передвигались, они поездили по святым местам. То есть там, где они были. А потом им просто прямым текстом сказали, что вот вы заходите в там, где вы живете, в свой отель и не выходите оттуда. Потому что они находились в полутора километрах от эпицентра событий. И это было действительно реально опасно. То есть они еле-еле добрались до отеля. И то, что они русские, резко стало опасным. То есть это просто ситуация, которую начали раскачивать извне явно. То есть не было такого отношения изначально. Но просто внезапно вот так вот по щелчку пальца, чтобы все изменилось, ну, вряд ли это возможно. Народ друг к другу, обычный народ, мне кажется, хорошо относится. Грузины к нам, мы к ним. И семьи тоже общие же есть. Они не могут. Так по отношению друг к другу себя вести. Это специально что-то устроено, я так считаю. Поменяются отношения россиян к грузинам, грузин к россиян. Именно к людям, к грузинам, не поменяются отношения. Мне кажется, нет. Не имеют отношения здесь человеческое отношение друг к другу. Это политика. Только политика, больше ничего. Народу это не надо. Ни грузинскому, ни русскому народу. Абсолютно. Мы ездили туда отдыхать. Мы получали море удовольствия от их моря, от гостеприимства. Я очень помню Тбилиси в советских времен. Я даже не представляю, как там сейчас живут люди. Мне бы хотелось, чтобы вернулось то время. Я бы очень хотела, чтобы все политики занялись своими делами, а не ссорили людей. Россия никогда не была врагом, и я считаю, что это неправильное отношение по отношению к России. Я в этом году хотел туда, правда, ехать. И не поеду. Ну, потому что у меня семья. Зачем? Если бы я один, то да. Бог его знает. Что они там надумают? Ну, если они поступили сами с собой так. Я-то им, кто им, даже не родственник. Я бы очень рад был, если бы народ сам разорвал бы вот эту всю верхушку и поставил нормальное свое правительство, чтобы народ и правительство были целыми, а не разъединены какими-то там деньгами, интригами. Просто я не думаю, что это все хорошо. Для самой же Грузии даже это не очень хорошо. В основном будут страдать кто? Простые люди. А вы когда-нибудь были в Грузии? Да. Как там встречают? Я там был прекрасно. Я провел там три дня. Настолько великолепно. Что-то незабываемое. Чистые горы, чистый воздух. Это... Сами люди добрые. Они такие же, как мы. Сейчас Грузия для нас получается немножечко закрыта. Если альтернатива отдыху. Вот те, кто хотели поехать в Грузию, но сейчас не смогут. Куда можно им поехать? Ну, а что, наверное, Турция остается одна. Вот и я не знаю. Основная масса народа не располагает большими финансами, чтобы позволять себе какие-то карибы. В Баку вообще там шикарная набережная ваша. Там вообще все рестораны обалденные. Что там? И отношения. А вот сейчас грузинам я не то, что боюсь, а напрягаюсь. Что там? Бог его знает. Согласен в таком еще? Если в Баку этого нету, надеюсь, как бы там ни было, они все здесь. Нас любят. Народу, которым запретили напрямую летать, они все равно заберутся через Ереван, через Баку, через Минск. Кому надо, они все равно прилетят. Все равно будут общаться. Но как их встретят там? Вот сейчас? Великолепно. Даже не думайте. Народ абсолютно не обозлен на народ. Народ как дружил между собой, так и дружит. Кстати, я в Грузии в том году был. Мне очень понравилось там отдыхать хорошо в Грузии. Ну, если заменять Грузию, какие-то другие страны. Можно много где съездить отдыхать. Тот же Таиланд, Китай, в ту же Европу можно. Но в Грузию просто людям ближе к Грузии. И больше там, ну, вот как я был в Грузии, там больше, ну, к туристам больше хорошие отношения. И больше, ну, более тепло относятся к людям там. Ой, да мест у нас, видите, столько. Я не думаю, что на одной Грузии все сошлось. И Грузия откроется скоро. Я так думаю, все должно устроиться, наладиться. Потому что наши народы одной веры должно все быть хорошо.